Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-ти В отношении граждан неправомерные действия. Это вам недостаточно? Делаю сообщение об этом. А за что вы с меня аренду деньги берете, если торговый центр закрыт? Вот он официально закрыт. За что я должен платить, если ты сам видишь, да? Мы не торгуем, мы не работаем. Здравствуйте, меня зовут Вадим Серов. И вы на канале общественного движения «Дорожный контроль». Мы занимаемся общественной деятельностью и оказываем квалифицированную юридическую помощь. Дорогие друзья, не забывайте оставлять комментарии под видео, ставить палец вверх. Если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно сделайте это прямо сейчас. Ну и, конечно же, буду очень благодарен вам, если вы распространите этот сюжет максимально мукругу лиц. Мы вот индивидуальные предприниматели торгового центра Европы. Торгуем мебелью. Значит, как вот началась пандемия коронавирус, 28 марта закрыли торговый центр. Туда нас не допускают. Вот тянут резину, значит, апрель месяц, май месяц. С середины мая подали заявление о закрытии торгового места. Выставили нам счет на 150 тысяч. Так, за канализацию коммунальной услуги. Значит, им я предложил от 40 до 60 тысяч оплатить, ну, их там, расходы охрану. Так, как в других торговых центрах, вот, допустим, в ЦДМе, да, мебельный центр, они берут, допустим, там, по 25-30 процентов. В Град-Сити вообще там вернули обеспечительный платеж им всем. Открыли двери. Сказали, если вас что-то не устраивает, можете освободить помещение. Обращались, значит, мы дважды в полицию. Никто никакие меры не предпринял нам. Прокуратуру. Да, дали отказ. После мы поехали в прокуратуру. Они тоже день-два документы помуыжили. Сказали, идите в полицию, там будете во всем все там разбираться. Но так как нам никто не помог, решили вот обратиться к Вадиму Лисерову за помощью. Надеемся, что они нам помогут. В данный момент, вот, мы сейчас будем направляться в торговый центр, чтобы забрать свое имущество, которое я делаю вот этими вот руками. По факту вам не дали возможность забрать ваше имущество? Были проданы 9 позиций, которые люди пришли, оплатили. Было по договору. Из-за того, что нам хозяйка Лариса Валерьевна, якобы хозяйка, сказала, что пока вы не оплатите за аренду, за торговое место, вы не получите товара. Ну, естественно, люди пришли, начали забирать свои предоплаты, угрожать, забирать свои деньги, потому что мы им вовремя не доставили товар. Вот из 9 человек, у нас вот один человек остался, который все ждет, своего дивана, потому что он ему по размеру подходит. В общем, вы понесли убытки, ущелье. Да, у нас, я где-то... Изначительные для вас, правильно? Да, да. Около 300 тысяч, то есть у нас идут убытки. И как что забрать, поставщики с нас требуют деньги, либо вернуть им товар? На самом деле, это сейчас первая проблема, которая больше... Как мы собрались на собрании, было... Это основная проблема. Да, было депутат. То есть все это время, несколько месяцев вам не давали возможность забрать... Да, не даем не зайти, как мы туда приходим, чтобы взять какую-то изделие, чтобы отвезти... Вы делали соответствующий запрос арендодателю. То есть сразу вызывают охрану, то есть охрана приходит... А в ответе, что содержалось, когда на ваш запрос о том, что вам необходимо вывести, а уже непосредственно вопросы решать по оплате в гражданской порядке? То есть сказали, что Лариса Валерьевна сказала, что пока не оплатите, никого сюда не пускать. И это в ответе содержится, это, что они не отдадут имущество? Нет, она сказала, пока вы не оплатите, пока не оплатите, никто ничего отсюда не заберет. Ну, задача главная стоит, это сейчас забрать имущество, спустя несколько месяцев, чем мы сейчас будем заниматься. Да, в галерее Чижово берут 25%. За аренду? Да, за аренду берут 25% до конца 2020 года. Это вот это клиентоориентированные торговые центры? Да, то есть он всем вернул обеспечительный платеж и, как еще сказать... Молодцы, на уступки пошли. На уступки такое сложное время. А здесь вымогательство реально начинается. А тут они берут деньги. И она нас в мае месяце, майские праздники было, она нас собрала и сказала, что пишите заявление и выходите, сами торгуйте под свою ответственность. И в данный момент данный торговый центр закрыт, а там идет торговля. Идем тогда мы к ним забирать свое имущество? Да, вот уже большая просьба, надо идти забирать свое. Идем. 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 Пойдемте. Все, вперед. Пойдемте. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Где наша... Здесь все. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ребята, давайте начинаем обсудить. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Где ваша часть обсудить? Вот, я хозяин вот этой мебели. В данный момент мне не дают ее отсюда забрать. Ну, давайте теперь будем забирать. Да. Где народ? Все, давай, вносим все туда. Потихонечку. Смотрите, нужно, чтобы кто-то сейчас... Значит, сообщение, если, допустим, будет препятствовать, будем делать сообщение о том, что препятствует. Все. Это мы сейчас все сделаем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вы, надеюсь, препятствовать не будете? Все нормально? Не будете препятствовать? Почему? Ну, вот вывозу мебели. Это с полицией будет решать. А, полицию вызвали? Конечно. Супер. Это хорошо. А по какому поводу хоть вызвали сотрудников? Что, грабеж? В смысле грабеж? Ну, по какому поводу вызвали сотрудников? Не надо снимать. Да и ладно, вы скажите, по какому поводу вызвали сотрудников? Вы сами не разговаривали. Подождите, вы мне ответили хотя бы... А сказали А, говорите Б. Так вы начали разговор. С вами теперь я продолжу. Слышите, охранник? Сотрудники полиции по какому поводу вызваны? Защищать ваше противоправное действие? Вы ошибаетесь, этого не будет. Что вы бегаете от меня, боитесь? Со мной не надо беседовать. Я с вами беседую. Так вы начали со мной беседовать. Если говорите А, говорите и Б. Что я? Не обвиняю. Не обвиняю. Вызвал он сотрудников. Самое интересное сейчас впереди. Аккуратно, чтобы она не рассыпалась. Погади, давай в самом конце задвинем. Давай вот диван. Да. Да, давай вот. А спрямо с этого не начнем. Да, давай сейчас возьмемся. На, ведь сразу не съем. А светлое сейчас только замотаем и все снимаем. Все, сразу вдвоем несите. Один осилищ. Все, сразу вдвоем несите. Сейчас это не замотаем. Все, давай вот эту выносим. Вот эту спинку выносите. Я не вижу охранника. Не знаю. Он один был, он ушел отсюда. За подмогой пошел. Наверное, бамбу соберет. Сколотится быстренько и придет. Смелости наберутся, да? Смелости наберутся. Не, вот так постепенно. Почему? Там в лифт вроде бы лезет. По лестнице? Часть может по лестнице, потому что они влезут по лестнице, а так в лифте. Вы ничего отсюда не выпустили все равно. Кто такое сказал? Я вот сказал. Да? Ну вы ошибаетесь. Сейчас еще приедут люди. Вот они уже ошибиться за 100 классов. Я понял. Отлично. Это угрозы? Нет. А что это? Факт? Да. Факт чего? Да что ты ходишь за ней? Взрослый мужик. Я за ней не хожу. Она за мной ходит. Ты с собой не разговаривай. Я тебе сказал. Почему с тобой не разговаривать? О, ну здравствуйте. Знакомое лицо. Как маленькие дети. Да маленькие вы. Не работай. Да слушай, я работаю. И ты работаешь. Делай свою работу, а мне не указывай. Понял? Что, уже начинается, да? Да. Что там? Так, дай-ка еще с вами. Сейчас все будет. Делаем таким образом. Сейчас ты идешь туда. Вызывает сотрудников полиции. Делает сообщение о том, что они сейчас будут препятствовать. Значит, говорит о том, что препятствуют выезду забора. Ну, в общем, ты расскажешь. А ты иди снимай, он будет звонок. На громкую связь поскучит. Алло, здравствуйте. Девушка, мы находимся в торговом центре Европы. Он расположен рядом с цирком. Индивидуальным предпринимателям запрещают вывозить мебель, принадлежащую из их салона, соответственно. Вы хотите, чтобы полицию вызвать? Да, да, обязательно нужна полиция, потому что в действиях в действиях граждан, пока не установленных, содержится... Я представитель индивидуального предпринимателя. Значит, запрещают вывозить, что ваш товар, да? Да, да. Товар из собственного магазина. Правильно вас подняла? Да, все верно. На каком основании? Поясняют? Поясняют, да, что сначала нужно заплатить аренду почему-то. А, заплатить аренду. Какое в этом названии магазин? Расположен на четвертом этаже торгового центра «Европа», рядом с цирком. Нет, я вас не правда спрашиваю, вы адрес уже называли. Я вас пока сейчас спрашиваю, ваш столот как называется? Гранд-мебель. То есть вы аренду не платили, они поэтому запрещают вам, да? Да как бы и не должны были платить, потому что пандемия была. У вас фамилия меня очень называют? Белкин Николай Леонидович. Смотри, это ваш информация. Передайте. Спасибо большое. Лёха, ты тут? Я там. Ребята, вы скажите, а там дверь на замке, которая висит, не открывается? Да. У вас случайно? Ключ есть, не открывается. А распоряжение чего-то? Администрация чья же еще? Администрация? То есть у вас лично заинтересованности никакой нет? Мы охраняем торговый центр. Люди не заплатили аренду, поэтому они не имеют права выезжать. Кто такой спросил? Администрация, кто еще это думал? Администрация незаконна. Это уже вы с ними разбираетесь. Ну я согласен. Администрация где, можно увидеть? Ну это, я думаю, ей набрали уже. Какой-то приедет. Приедет она или нет, я не в курсе. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы не выпускайте, да? Да? Не выпускайте. Кого? Людей, пожалуйста. А вот свое имущество хотят забрать. Где свое имущество? В Топурс. В Топурс. В Топурс. Покажите мне, кого он. Вот конкретно. У тебя здесь есть свой имущество? Да. У него, он действует в распоряжении того человека, у которого имущество. В распоряжении кого он действует? Которого имущество вот находится. Покажите, либо документы, либо человека покажите. Пойдем все наверх. Зачем я буду? Идите, позовите его сюда. Мы тогда сейчас здесь все спустим сюда. Нет. Вы позовите человека, а я с ней поговорю. Мы все спустим. А потом мы с вами пообщаемся. Ну вы будете спустите и поднимите его обратно. Мы не будем ничего поднимать, поверьте. Да? Что говоришь? Не поверю. Нет, центральный дом здесь у центрального входа. Здесь все открыто. А почему вы все без нас? Ставите мебель. Соответственно, потом, когда сейчас сотрудники приедут, мы начнем ее выносить. Мы сейчас мебель пока оттуда и оттуда сюда. Ну да, наверное. Да? Там будет мешать. Так, спускаешь его у нас. Просто главное, чтобы оно не мешало другим предпринимателям. Вот и что. Давай. Ставится дежурная часть, потому что... Здравствуйте. Делали заявление по поводу препятствия на торговом центре на 20 лет октября, мебельный магазин. Направили. Смотрите. Здесь, я думаю, надеюсь, нормальное количество сотрудников обеспечит безопасность. Так как здесь, скорее всего, будут какие-то потасовки. Здесь понаехала куча охранников. Они все препятствуют выносу. Поэтому сотрудники полиции могут быть сами в опасности. Прошу обеспечить их безопасность. Сообщите им об этом информацию. Хорошо? Хорошо. Все. Ждем. Спасибо. Направили. Направили. Ждем. Надеюсь, сотрудники полиции будут подкованы. А потом он делает. Серьезно, возьми в офис и поставите. Да, вам? Кроме шуток. Одно тебе положите. А куда его? Пусть у вас лучше там будет. Нет. У меня нет никаких. Мы хотели увидеть того, чья это мебель. Правильно я понял? Вот я хозяин. Да, вот. Так, есть какие-то проблемы, да, по поводу вуза? Вот я приехал за своим товаром. Потому что жена с детьми приезжает. Вы не даете, на каком основании, мой товар, который я делал своими руками, вы не даете мне его отсюда забрать. Где вот хозяин? Я с ней разговаривал с Ларисой. Я сказал, я приеду до конца недели в рабочее время, днем. А что вам Лариса Валерьевна сказала? Она сказала, ради Бога, приезжай, буду ждать. Я приехал, никого нету. Давайте позвоним, пускай она приезжает. Так она только приедет, тогда вы сможете забрать. Я сейчас полностью все снимаю, сейчас я забираю свой мебель. У нее ничего не зависит. Как? Я заберу свою мебель. У вас же есть неуплата по арене. У меня нету, она мне еще за 5 дней должна. Да, я ей сказала, кто мне за мои 5 дней вернет деньги. Она мне говорит, а я тебе не должна. Я вот в таком случае... Покажете мне документы о том, что она... Я никому не должен показывать. Я ей предложу ее. Если ее не устраивать, в суд обращается. Да. Вот и все. Я ей сказал... То есть, какие они? Нет. Нет. Нет никаких. Она мне говорит, ты должен за охрану. У него есть претензия в уголовном праве. Вы можете это немножко разговаривать? Конечно. Я с вами не разговариваю. Хорошо. Вот она мне сказала, мне надо оплатить за охрану. Я ей сказал, Лариса Валерьевна, без проблем. Сколько надо оплатить за охрану? 10 тысяч, 20, 30 в месяц. Сколько? Она говорит, у нас охрана 30 или сколько? Я говорю, надо будет, я 60 отдам. А за что вы с меня аренду деньги берете, если торговый центр закрыт? Вот он официально закрыт. За что я должен платить? Если ты сам видишь, да, мы не торгуем, мы не работаем. Почему я должен платить? Максимин полностью аренду со всех снял. Галерея Чижова 20% сделала до конца года. Град Сити полностью двери открыл, вернул всем обеспечительный платеж. Мне это не интересно. Значит, и мне не интересно, а забираешь свою мебель. Удачи. Все. Сейчас приезжает сюда полиция, и мы все делаем. Если вы будете препятствовать, закрывать, значит, будем делать все иначе. Каким образом? Ну, это время покажет. Полиция сейчас приедет и будет прокуратурой ездить уже сюда. Я с вами с вами разговаривал. Все, мы уже всех вызвали. Потому что вы нам не даете вывозить мой табак. Все. Вам угодно. Хорошо. Главное, ведите себя с точки зрения права. Законно. Убери камеру. Да я не уберу камеру, послушай. Умник. Отошел на расстояние, и сразу про убери камеру. Смелый. Я тебе не уберу, я сказал еще раз. Догонял, позвонил. Здравствуйте. Мы вас ждали. Вы один? С кем-то нужно еще. Здравствуйте. У Дениса, справитесь вы с этим, не справитесь со ситуацией. Да какая проблема? Где у нас? Так, я не вижу. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хозяин данной торговой точки. Сейчас сначала мы по общей звоним, обращаемся. Старцы, по Игорь Владимировичу. Вы даже, а по нашему заявлению еще никто не пришел? Белкин, Николаев. Я. Ну да. Представитель запрессов. Ваш? Вот. Наш. Да, да, да. Давайте услышим вас. Ну что, вот я приехал за своим товаром уже, как сегодня, наверное, третий раз. На той, на этой неделе приезжали, охрана не выдает. Мне звонила сама хозяйка, говорила, что я тут якобы должен. Я говорю, а если торговый центр закрыт. Почему я должен? Мы оплатили за весь март, мы до конца марта не простояли. В мае, в конце апреля, начало мая, она нас вызвала, сказала, пишите заявление и берите под свою ответственность и стойте, торгуйте. Вот я ей объясняю, как я могу стоять торговать, эти торговые центры закрыты, меня на штрафуют. Вы будете отвечать? Она говорит, нет. Даже сейчас, в данный момент, торговый центр, он функционирует незаконно. Знаете, в чем дело? Мне не дают вывести мой товар. Говорят, оплати аренду. Я им предлагаю, я вам оплачу сколько там, 30-40 тысяч, там вот, ребята, охрана там, да, что? Она говорит, плати мне коммунальный. Я говорю, за что я должен за коммунальный платить? Если я в туалет не ходил, свет у меня, вот сами видите, да, вот снимите, свет на моей территории не горит. То есть во всем торговом центре работает свет, у меня не горит. А я должен за это платить. За что? Если есть закон, у нас президент есть, сказал, и пешникам не препятствовать, освободить им путь. Все, он уходит. Я не могу платить аренду. Если закрыли карантин, какая аренда может быть? Вот какая? Ну вот вы, власть, да, примите какие-то меры. Ради Бога, я ей сказал, если ты считаешь, что я должен, пусть она на меня подаст суд. Как нас доблестный суд решит, так и будет. А мне надо этот товар вернуть, с людьми рассчитаться, потому что на меня налегают, говорят, либо привези мне сырье, либо верни деньги, либо товар. Вот я решил просто, я обращался и к вам, и в прокуратуру, они тоже должны подъехать. И я вот обратился к репортерам, чтобы вместе с ними забрать вашего товар. Он может свое имущество забрать? Это же его имущество. В договоре не указано, что они имеют право держать. Сейчас я сначала всех выслушаю. Хорошо, вот вы выслушали вот сторону, которая владеет этим имуществом. Я сейчас вам ответ окончательно не могу. Ну когда вы сможете этот ответ дать? Вы вообще кем являетесь? Неважно кем, я гражданин, неравнодушный. Я у вас задаю вам вопрос. Ну я вот с вами тогда сейчас пока не общаюсь. Вы со мной не общаетесь. Я могу увидеть ваше служебное удостоверение? Это просьба или... Моё требование? Требование. Да. А то давай этот модуль доматывайте до конца. Можно не снимать. Да можно и не снимать. Так, значит. Тищенко, Андрей Сергеевич. Что? Уполномоченный. Полиция. Отлично. И вот в тот же момент я приехал, начал забирать свой товар. Ко мне вот подошла охрана и говорит, что мы тебе не дадим забрать свой товар. На что я им ответил, что я в любом случае я отсюда уйду со своим товаром. Потому что нету такого закона, чтобы мой товар задерживали за неуплату. А какой может идти речь неуплата, если торговый центр был закрыт? С кем у нас договор заключен в торговом центре? Вот с Ларисой Валерьевной, которой нету. Я ей сказал, что она является ты учредителем или директором управляющим. Замы нет. Рабочие дни. Перемоги. Перемоги по дому и охрану. Ну я понимаю, в рамках чего вы действуете? В рамках чего вы действуете? В рамках чего вы действуете? Указание того, что администрация будет указания. Администрация будет управлений на то, что боехать. Кто представитель администрации? Непосредственно Ларис Валерьев. С кем мне общаться на данный пол? Можно ей позвонить, чтобы она подъехала? Ну, желательно чтоб подъехала, естественно. Потому что тяжелую речь идет лучше. Вы собираетесь? Да, да, да. Просто чтобы у вас понимание, почему вам здесь один недостаточный, объясню. Сейчас люди будут доносить свою мебель, они ничего при этом не нарушают, а вот граждане-охранники будут нарушать, потому что они будут применять физическую силу к тем людям, которые будут доносить свою мебель. Поэтому, я думаю, вас тут точно на всех не хватит. Сейчас разберемся. Придется применять силу в отношении тех, кто применяет недостаточного. С чего вы взяли, что их кто-то будет применять? Я предполагаю, а я думаю, лучше подстраховаться. Ну вот тогда лучше помолчать. Нет, помолчать лучше вам. И не делать поспешную. Заткнулся, развернуться и уйти. Вы встали, не откритесь и уйти. Послушай, тебя никто не спрашивал. У вас тоже ничего никто не спрашивал, заткать меня не надо. Ты тут вообще ни при чем, что ты здесь делаешь? Не надо меня затыкать, все, я с вами не беседу. Они там лифт выключили, все закрыли. Весь проход забивайте, пол лифта, чтобы никто не зашел и не вышел сюда. Вы меня слышите? Перед лифтом складируем, полностью в коридорусе. Это нарушение противопожарной безопасности. Коридор вы не имеете права. Нарушение противопожарной безопасности. Лифт включите тогда. А кто лифт отключил? Лифт включите, все будет хорошо. Я лифт отключал. Я лифт отключал. Я ни за хранников его не... у вас есть арендная площадь, я буду забивать, пока лифт не включен. А вы имеете право? В коридоре вы не имеете право? Нет, вы имеете право. Вот где я считаю охраны, вы охрана, есть документы, подтверждающие, что именно вы охрана этого торгового центра? Есть. Покажи, не принесу, оно должно быть у тебя. В смысле она должна быть у меня? С чего вдруг она должна быть у меня? У меня есть с тобой лицензия. Нет, бейджик должен висеть у тебя. Где вот то, что... Эту форму я могу в любом месте купить. Как будет ваш? Дросьте все туда, в коридор. Нет, у вас есть арендная площадь. На арендную площадь я оставляю. Я сейчас сам вынесу и буду там складывать. А как это? Ну-ка объяснить, почему? Вы какие являетесь? Я адвокат. Покажите, расставление за свою личность и представитель. У них есть специальность для этого арендная площадь. Вас предупреждали, сейчас будет конфликтная ситуация, уже начинается. Сейчас я пойду посмотрю, они изговорят, что... Мам, ну сейчас рак будет выразить. Вдруг рак сейчас начнется. Вызвали? Ну все, это хорошо. Пожалуйста. Но ведь нарушение противопроза... Вы являетесь представителем. У вас есть доверенность? Мне не нужна доверенность. Что? Чтобы представлять чьей-либо интерес, вам нужна доверенность. А на материале у Савинко? Нет, у меня сейчас ее не платят. Мне не должно быть. Я вам сделал, потому что заявление. Я говорю, он еще раз... Ну он его рассмотрит, правильно? Я вам еще раз... Нет, я вам его делаю. Я говорю, что здесь... Я сейчас по сегодняшней ситуации разговариваю. 330-я статья. Ну мы тогда можем... Я так... Вы не видите, что здесь статья 330-я? Какие из гражданского права отношения? О чем вы говорите вообще? Это мои вещи. Вещи вот этого человека. А ему запрещают их выносить. Какие гражданского права отношения? О чем вы? Ручка у вас имеется. Умеется. Что это? Заявление. Я понимаю, что... Я вам устный сделал, потому что... Давайте... Вы не слышите? Давайте я у вас приму устное заявление. Я вам уже все рассказал. Сейчас зафиксируемся. Потому что у МАПа должна все предотносить. Здесь есть закон... Они за полицию выключили. Слушай, я никак не знаю, если нет интересов, то о чем ты спрашиваешь? По ступенечкам... Поэтому, пожалуйста, не ограничивайте мои свободы. А, ну все, тогда по ступенькам, ребята, спускаем. По ступенечкам. Чего вы взяли, чтобы выключать? Не, ну выключится. Он сам выключился. Он не сам выключился, но не работает. Он не работает, сам включился. Своей жизнью живет. Они сами узнают, что это часто бывает. Бывает, да, везде бывает. Да, никаких. Случайно. Не понимаю. Администрация дает незаконное распоряжение, но все его должны выполнять. Страна, вот, не упомя этого. Нет, они должны это выполнять. А товарищ Чуисков говорит, что гражданское правоотношение. Он не видит здесь ничего. Так. Все прекрасно. Он не видит в чем? В их действиях ничего? Вообще, говорит, здесь гражданское правоотношение. Я ничего не знаю. Здесь нет преступления. Преступления с чьей стороны? С нашей или с их? Ни с ней. Ни с ней, наверное. То есть мы спокойненько просто делаем, да? Просто сказали с правоотношения, да. Хорошо. Но вы обеспечите безопасность в это время, правильно я понял? Отлично. Все? А то же. Это главное. Это самое главное. Главное по итогу, чтобы в ваших действиях не было выявлено каких-то нарушений, если вы здесь не высмотрели признаков преступления со стороны охраны. На принятие меры и вам объясняли сроки УПК. Да, все верно. Какие сроки УПК-то происходят здесь и сейчас? УПК-то. А если сейчас здесь нарушить убивать кого-нибудь, вы что скажете? У меня сроки УПК и подожду три дня. Снова есть, это тоже хорошая. А потом еще до 30 суток продлю проверку. Он у вас кто-то попусал. Ну и все хорошо осведомлено. Так, Николай, похвалили ваше знание. Чудыкарство. Вы хорошо осведомлены. А, спасибо. Пресечь должны, понимаете? Ваша обязанность это входит. Пресеките, пожалуйста, я к вам делаю обращение официальное. Пресеките преступление. Обратитесь к сотрудникам охраны, попросите включить лифт. А не препятствует тому, чтобы мой клиент забрал свою медиа. Свои вещи, которые ему принадлежат. Раз. Значит, первое. Они выключили лифт. Второе. В нарушении всех норм и правил все остальные выходы на четвертый этаж закрыты. Сейчас, секунду. Да правильно, зачем меня слушать? Вы поговорите по телефону. Это мелочи. А если закрытся, можно рассказать по-другому. Они пошли. А. Погрустят, например, сказать, да? Ну, что поделать? Вот, ребят, я вашу работу понимаю. Ваша задача какая. Я вам. И нам не должны быть претензии. У нас. Я абсолютно сказал. Так, у вас к вам претензий, в принципе, нет. Они могут возникнуть просто, когда мы вниз, начнем уже внизу. Да ну, ребят, мы же не в каменном веке живем. Подожди, я понимаю. Подожди, подожди. Скоро-то лист. Дай шоке-то листовариваю культурно. Слушай, сейчас. Не хотелось бы у вас с какой ситуацией, когда вы захотелки вашего руководства, почему вы будете нести ответственность? Вы же... Не за хотелки, а распоряжение. Ну, я называю хотелкой. Ну, это у вас хотелка. Подожди, если вам приходит распоряжение, вы называете захотелкой? Никакого мне распоряжения не приходилось. Я сам себе руку пишу. Поэтому, значит, смысл в чем? Не хотелось бы ситуации такой, когда мы будем сейчас вносить деньги из главного входа, и вы будете каким-то образом нам препятствовать. Это противоправное действие, поэтому из-за хотелки, распоряжения, как угодно, логичера, чтобы вынесли ответственность. Зачем это нужно? И все миром нормально, спокойно. Потому что, я вам так скажу, мы в любом случае вынесли. Так или так. Ну, мы в любом случае вынесли. Вы свою работу, как охраняете, выполните, выполните, выполните ее достойно. Вот я что. Потому что мы со своей стороны, у нас лично никакой неприятный счетчик к вам никакой нет. Если честно, такое чувство, как бы вы все разговаривали, не грамотный, а на судейник, как будто он не знает свои права. Он не может ничего такого дела. Так кажется, разжевываюсь, как будто все равно. Это наша работа. У вас своя работа, у нас своя работа. Поэтому хотелось бы, чтобы мы друг друга уважали и по-нормальному. Вот, допустим, да, они как-то, да, стрекали. Ну, просто ко мне, а ты же ко мне. Подожди, ну, может, складывать на такой характер, я не знаю. Но, я бы просто хотел, чтобы ввели все себя один и разошлись миром и спокойно. Потому что итог-то будет все равно один, но просто ответственностью, у всех будет разным. Вот я о чем. Я понимаю, я понимаю, что он даст распоряжение, а не хотел. Я понимаю, я понял. Так и все это произойдет. Я же грамотный начал. 21-й век. Смотрите, какая ситуация сейчас. С там уже машина подъехала, часть мебели там. Поэтому мы сейчас дружно должны вниз спуститься. Без вас мы уже... Ну, да. Значит, мы теперь без вас точно не обойдемся. Нам необходимо сейчас вместе с вами спуститься вниз, потому что сейчас будут выносить мебель из торгового центра. Сначала я Николая Леонидовича прошу. До конца, да? Сейчас, возможно, будет совершено преступление. Что ты говоришь? Сейчас, возможно, будет совершено преступление. Но вы опрашиваете. В общем, дадим участвовать. Вас предупреждают заранее просто на области. Сейчас он... Да, против. Мы говорим, что у них пока правные действия, это преступные действия. Ну что, пойдем... Сейчас много еще осталось, нет? Думаю, только начали, скажем так. А, тогда давайте, я думаю, вы заканчиваете. Пойдемте тогда, потому что это не требует отлагательств. Пойдемте. Смотрите, делаем мы таким образом. Мы сейчас то, что, которая часть там, сейчас загружаем. Здесь вы находитесь. Я пока заматываю. Ага. Вдруг, чтобы присмотрели, чтобы дня точно остались. Понимаете. Можно вас попросить, чтобы не остаться на месте? Мы сейчас опросим вас. Ага, уважаемые сотрудники, подышите. Нет, пойдемте, вам говорят там внизу. Мы касаемо этой ситуации идет. Меня вызывают сейчас на этом месте. Все верно. Мы так на этом месте. Мы находимся в торговом центре Европы. С одной стороны, примите меры, пожалуйста. Спор сейчас у нас идет о чем? О том, что запрещаешь. Препятствую. Запрещаешь вынести. Вынести, мы про вынос говорим. Вы что? Давайте здесь, я прошу. Войдете или нет? Вы с чего хотите? Чтобы сейчас противоправные действия выгуляют? Я не хочу сейчас опросить человека. Вы просите. Я вам говорю еще раз. Сейчас происходит ситуация, когда выносит мебель. Сначала я его пропоню. Вы идете? Вы отказываетесь давать. Я не отказываю. Он не отказывает. Сказал же вам. Пойдемте, доходу дадите. Господи. Там, там. Какая проблема? Вы там, а в чем проблема там, опросите? А в чем проблема здесь? В том проблема, в том, что там сейчас мебель будут выносить. И вы чего не препятнете? Не понимаете? Я здесь сейчас нахожусь. Там просто сейчас дардак. Так вы там можете находиться. Пойдемте вниз. Я нигде не вот сейчас прям не должен. Вы слышите? Внизу вы можете находиться. В чем проблема? Я объясняю здесь, что я... Напишите, пожалуйста, в настоящий момент я отказываюсь давать вам объяснение. И пойдемте вниз. Пишите. Я даю вам объяснение. В настоящий момент я отказываюсь давать объяснение. Там позже. Все, пойдемте. Все, и пойдем вниз. Все, мы там выясним дальше. Вы напишите? Запишите с моих слов. Я вам даю объяснение. В настоящий момент отказываюсь, дам его позже. Вы сколько лет на службе? А вас с какой-то... Профессионализм? Я разберусь. Вот, как, видимо, Николай, я могу сказать, вы сейчас совершили уже несколько приспорений и правонарушений. Я могу сказать, что вы сейчас непрофессиональны, действительно. Вы идете с нами? Сейчас просят спуститься вниз, потому что могут быть в отношении граждан неправомерные действия. Это вам недостаточно? Делаю сообщение об этом. Я, Серов Вадим Юрьевич, делаю вам об этом сообщение. Что? Вдруг от не выдержите еще, не волнуйтесь. Ты посмотри, слушайте, вы хотя бы достойности введите, пожалуйста. Нет, вот это вот причитание, там что-то позабубнили. Я не раз слышал, Николай пояснил, что вы сказали. Вы ничего не говорили? Отказываетесь от ваших слов? Вы отказываетесь дать объяснения мне? Сотрудник полиции вам объяснения давать еще должен. Да. Сейчас будем органы дознания, будут гражданские работать. Ладно, ну ведите себя достойно, пожалуйста. Да, 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 да. Ну, дай Бог. Я уже еще сотрудник, на самом деле. Ну, сейчас посмотрим на месте там люди. Там инженер пришел вставить, я раскатываю от меня. Кто? Инженер. Торгового центра. Это где, внизу? Да, внизу. Походите. Вот так вот людям приходится мучиться носить свою мебель. Сейчас я тебе доза я вам писаю. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Выносим. Выносим. Кто, кто у нас? Ребят, пойдемте выносить мебель. Да. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай... Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Какой диван, в первую очередь, будете выносить? Ну что-нибудь одно выносите сейчас. Сейчас, двое там, когда полиция... Я понял. Инвентаризация списка, инвентаризация списка. Принесите, в чем проблема? Я его приложу к материалу, делаю. Артур, скажи, там он готов что-то выносить? Все, можно смело. А, ну выносите тогда. А там диваны подъедут? Да, пятиметровка вот здесь в газете стоит. Я ее еще не увидел, но ты его увидишь. Все, все, давай. Вот смотрите, сейчас будут выносить мебель. Я очень надеюсь, что никаких противоправных действий со стороны охраны не будет. Я очень надеюсь на разумность. А если они будут, то у меня к вам обращение прекратить противоправные действия. Если они будут. Хорошо, спасибо. Они сейчас хотят, почему? Я у вас не знал. Они хотят закрыть мебельское помещение. Мы здесь вот с этой стороны будем фиксировать. Сотрудник полиции. Сотрудник полиции. Участковый. Участковый. Посмотрите, что делает. Закрывает двери. Пойдите сюда, пожалуйста. Можете подойти? Нет? Вас там отвлекают, здесь что-то происходит. Так не пойдет. Берите, берите, берите. Выносите, выносите. А можете показать документы что-то? Да, подождите. Документы пошел. Покажем. 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 Все, давай, все. Похранили мебель. На кому принадлежит? Я спрашиваю. Лифт не работает. Она находится в торговом центре. Кому она принадлежит, нас не волнует. Как девочка лежит, в панике все встает. Что ты так оскорбляешь? Вроде нормально все общаемся. Да это не про вообще. Что это вообще? Спокойно, нормально. Да причем с тобой? Давай фартурно общаться, пожалуйста. Давайте, бежимок. Спокойно. Сейчас. Спокойно. Сейчас. Прямой, налево. Да. Прямой, налево. Прямой, налево. Проходите, проходите. Валя, не надо на работу, а? Я понимаю. Я должен на работу. Администрация работает. Работа. 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 Я только начал. Я не помню. 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 А что там? Короче, одни выносят. А, да. Я не помню. Угу. Не против. Не против. Мы можем дальше идти? Позже. Да, я подойду. Я не запрещаю. В смысле вы не запрещаете? Я не запрещаю. Вы можете? Разговор аренды. Правильно? Есть. Можно я с ним ознакомиться? Он что, каждый раз будет бегать наверх что-то? Ребята! Выносите, выносите. Хватит героев заниматься. Какой-то же он подозревает. Документы показали. Ребята. 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 Скажите, граждане, вы не препятствовали. Они выполняют? Они выполняют? Вы не препятствовали? Вы выполняет. Зачем? Я хочу ознакомиться. Зачем он? В смысле зачем? Вот он. Вы показали, вы попросили это сделать. А что это, по поводу, написано. По поводу написано. Там не написано, что я не могу выносить осуществление. Она вообще не имеет отношения к какой-то женщине. Тих! Сотрудник полиции. Столго Сташев. Убрал руки. Сотрудники полиции, примите меры. Руки убрали! Я сомневаю свою. Примите меры, сотрудник полиции. Примите меры. Удомоните охранника. Примите меры! Сотрудник полиции! Примите меры! Примите меры! Примите меры! Сотрудник полиции! Да что бездействия? Сотрудник полиции! Уберите охрану! Что происходит? Сегодня новый господин! Примите меры! Уберите хранть Cornet湯 Примите меры! Субтитры создавал DimaTorzok